Привет, мои дорогие и любимые зрители! Сегодня вы увидите контент, который еще ни разу нигде не видели. И я сейчас не шучу. Что может быть круче, чем поехать и посмотреть, как люди работают своими руками в различных уголках нашей планеты? Верно, круче может быть, только если я сам буду принимать в этом участие. Я отправился на другой край света, чтобы найти себе подобных. Устроиться к ним на работу и показать вам, как у них устроено все изнутри. Возможно, сделать какую-то работу совместно. С какими трудностями я столкнусь, получится ли это у меня вообще, скоро мы вместе об этом, обо всем узнаем. Что ж, время начать, а начнем мы с Индонезии. Для реализации любой идеи нужен план, и он у меня есть. План А. Я отправлюсь в глубь острова к своему старому знакомому, которого я встретил еще 4 года назад, совершенно случайно проезжая по дороге мимо его мастерской. И увидев его классные, крутые проекты. Очень надеюсь, что они еще до сих пор работают. Я его там встречу и обо всем договорюсь. Но и также по пути я хочу заезжать в различные мастерские и пытаться договориться там. Как я это буду делать? Я составил вот такой текст. Буду переводить его на индонезийский, на английский, показывать им и посмотрим, что из этого получится. Но если все это пойдет не по плану, то есть, конечно же, план Б. План Б достаточно простой. Открою Google Maps, начну выбирать различные воркшопы, смотреть по фотографиям, какие у них проекты, какие автомобили они делают, отзывы почитаю и отправлюсь к самым крутым на районе. Собственно, вот такой план. И для того, чтобы его осуществить, мне единственное, что не хватает, это транспорта. И он у меня тоже уже есть. Это Honda PCX. Мой выбор не случайен. Почему этот именно байк? Потому что он новый, во-первых, потому что мне придется много ездить, и мне поломки абсолютно не нужны в дороге. Он достаточно вместительный, и он достаточно мощный. Стоимость его на месяц составляет 2 миллиона рупий. На наши деньги это около 12 тысяч рублей со всеми конвертациями, условно говоря. И есть варианты, конечно, дешевле, меньше, попроще, есть покруче, есть всякие эндурики, есть кастомы. Собственно, вот такие цены на них. Все, план есть, конь есть, пора отправляться в путь. Ну и раз я отправляюсь в первую поездку, расскажу про местные дороги. Первое правило, забудь про правила. Ваша задача выжить. Хаос. Вот что движет всем потоком. Если на второстепенных дорогах еще более-менее комфортно, то на основных готовьтесь к Радео. Сотни байков в перемешку с автомобилями, и вы среди них. Скорость потока в среднем составляет 60-70 км в час. Касаемо самого покрытия, твердая четверка. Пятерку не ставлю, так как оно все же не идеально ровное, а немного волнистое. Ездить по ним на байке под сотку такое себе удовольствие. Есть первый улов. Первый улов. Просто остановились, прошли попить, где-нибудь водичник поискать, и заглянули в подворотню, и смотрите, что. сервак. Sorry. Do you speak English? No? Where is I can see? Master, master. Master, master. Just meet my boss. Where is your boss? Все, мы в итоге поняли друг друга, что нам нужен босс. Сейчас он мне его покажет и попробую поговорить с боссом. Ооо, смотрите, корова. Спасибо большое. Ну, в общем, на английском никто не разговаривает нормально, собственно, как и я сам И как из разговора я понял, ну и вы сами видели перевод, босс редко бывает И вообще, в принципе, мастерская закрывается и переезжает на Яву Кстати, ну, много кто говорил, что нужно на Яве на самом деле этим заниматься Но ничего, у нас, как говорится, изучение рынка и проба пера, а, соответственно, уже на Яве с этим пониманием можно будет реализовываться Чем дальше мы уезжаем вглубь острова, тем больше начинает встречаться магазинчиков с разными результатами местного ручного труда И цены на некоторые очень удивляют в хорошую сторону Продолжение следует... Многие товары делаются прямо на месте на заднем дворе Как это пример семейного дела Отец и мать семейства вырубают из дерева различные фигурки, а затем тут же занимаются их росписью Получается очень здорово Музыка 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 Я прибыл на место, это находится в глубине острова И я здесь был три года назад Музыка Музыка Я остановился, пошел пообщаться Был вечер Музыка Музыка Что-то получится Конечно далековато от того места, где я сейчас проживаю, но... Ну покатаюсь Что не сделаешь для того, чтобы попробовать, поучаствовать в местной движухе и показать это вам Продолжение следует... 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 Хорошие события принято у нас отмечать. Отмечать мы их с вами будем обалденными видами Нарисовой террасы, которая находится здесь совершенно неподалеку. Наслаждайтесь! Схема достаточно простая. На гугле выбираем самые более-менее нормальные сервисы, которые рядом с домом. И отправляемся смотреть, что это такое вообще и как это выглядит. И первый у нас, кто попался в моей сети, это Badun Yava Motor. Может быть, я работаю в твоей сети. Ты работаешь? Один-два дня. Три дня. Ай, ай, ай. Ай, айа, ай. Ай, ай, ай. Ай, 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 ай ай! Ай, 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 ай. Ай, ай, айа, ай. Ай, ай. Ай, ай, ай. Ай. Господи, надо учить язык. Ай-а, ай, ай-ай. Ужас какой-то. Хотя он у них тоже, повторюсь, хромает. на это еще раз так ну все мы мастерской пришли this is full road from 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 station station I cut to pick up Brazil you repeat my my question for all road and only road of road no 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 only road only road this is not four wheel drive this is just two wheel drive what is engine inside here 3a original yes 3a 7k I know I know I know I know oh condition yes Тормозух Кстати, интересный момент У нас в России достаточно хорошо развита химическая промышленность И очень много локальных жидкостей во все узлы автомобиля Насколько здесь, в Индонезии, это развито В частности, какую они тормозуху используют И как часто меняют Ведь это тоже очень важно Потому что вы знаете, что тормозуха накапливает жидкость И из-за этого педаль тормоза становится ватной И снижается эффективность торможения Пойдемте узнаем Собственно, ТОТ-4, как и везде Меняют раз в год Качество их полностью устраивает Используют локального производителя Всегда узнаете что-то новое и интересное Но, как говорится, я тут, а вы там Поэтому советую вам тормозную жидкость Росдот Которую я использую во всех своих автомобилях Тормозная жидкость Росдот подходит для всех современных Отечественных и импортных автомобилей В том числе с АБС и ЕСП Кроме того, она используется в качестве первой заливки На ведущих автозаводах А значит, соответствует всем требованиям автопроизводителей На самом деле, я еще когда только первые разы начинал ковыряться с машинами А это было ох, как давно Очень хорошо помню, что я использовал именно Росдот Чего я вам советую Меняйте тормозную жидкость вовремя Сохраняйте безопасность на дороге Ссылку на тормозную жидкость Росдот оставляю в описании Там же будет промо-код на 15% скидку при покупке на Азон Не очень хорошо, но лучше Да Одна вопрос Как долго это работает? Парень в один элемент? В зависимости от того, сколько материал мы используем Окей Минус плюс Минус плюс Один панель? Да Один панель, может быть так зададим вот такой вопрос сколько зарабатывает мастера 1 мунд 1 мунд 1 мунд ну плюс минус how much I have a dealer this is I don't think about this car not not client this car you for sale yes, all that is not his car, he has a purchase and selling it, and selling it. Guys, let's go to a pair of pair of pair of pair of pair of pair of pair, pair of pair of pair of pair of pair of pair of pair. Перекуп, name, 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 buy, sell, car. Перекуп. Перекуп. Фу, ну у нас уже есть представление о рынке Индонезии, то есть на 10 миллионов, так, 10 миллионов, это 60 тысяч рублей получает средний мастер, который занимается высокой квалификацией в автосервисах, красит тачки. Ну, собственно, стоимость покраски одной панели у нас получается 76, 5600, 5600, 6, опять же, мы не на Яве находимся, поэтому здесь может быть цена такая. In Java, price, high price, yes, high price. In Bali, low price, yeah? Окей. Ну, вот, как-то так. Что, собственно, человек занимается сам машинами, ничего здесь у него по делу не получится поработать. Все, телефончик, нетворкинг пошел. Иван. Иван, окей. Я запишу твой номер. Может быть, позже. Может быть, позже. Окей. Я слышал, что один месяц. Один месяц. Один месяц, окей. Ну, круто же. Круто просто. Первая поездка, можно сказать, и сразу практически, практически в точку. Обо всем поговорили, много чего узнал, но на работу пока устроиться не получилось. Поэтому, двигаемся дальше. Просматривая карту Google в поисках различных воркшопов, я наткнулся на это место и буквально охренел. Потому что это прям мекка какая-то Toyota Land Cruiser RJ30. Зацените. Сказать, что я в диком восторге, это вообще абсолютно ничего не сказать. Посмотрите. Такое количество я не видел вообще ни разу нигде абсолютно. Единственная тачка, такая, которую я видел вообще вживую, это у Бородатой езды, у Олега Максимова. Но здесь их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, только здесь. Еще через дорогу есть, когда мы подходили, видели, там варят, я так понимаю, какие-то черновые работы. В этом месте, как я понимаю, уже сборка и непонятно где у них покраска. Но состояние идеала, вот просто идеала, ну вы видели. Сейчас я пока делал подсъемы, ко мне подошел сотрудник, такой же английский, как у меня. И сейчас я попробую ему дать наш текст, чтобы он его прочитал. Но он мне уже сказал, что босса нет, босс дома. Но попробуем взять телефон босса, потому что здесь, конечно, поработать, что-то пособирать, было бы вообще очень круто. И так как это они все-таки реставрацией занимаются, абсолютно мой профиль. И я думаю, много им чем смогу помочь. Я сначала думал, что у них много деталей восстановленных, гальваника и так далее. Но, вы только что видели, у них огромное количество просто новых тойотовских деталей. Ручки дверей, уплотнители, стекла, какие-то резиночки. То есть максимально большое количество новых оригинальных деталей. Даже дно шпаклюют. Все выводит идеал. Какие-то из-за ручки? Русские. О, русские. Русские, да. Я... 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 В Москве... Реставрацией... Воркшоп. Оооо. Я... Велдер... Пэй... Пэй... Да, да, да. Да, да, да. Да, да. И... И... Я... Я люблю тойота. Ооо. Так много. Может быть. Может быть? Да. Окей. Окей, спасибо большое. Спасибо большое. Поздно встретиться с вами. Добрый день. Добрый день, брат. Пока-пока. Блин, круто. Раааа. Вы не представляете, как меня это все мотивирует. Я настолько просто устал от всей работы в Москве и все, что я сейчас делаю. Хеллоу. И то, что я сейчас все делаю здесь, это прям как запускает мой организм заново, честно. Это очень интересно, очень хочется вам все это показать, рассказать. И очень большая у меня надежда на то, что вам все это, как говорится, зайдет, и вы кайфанете от просмотра. И будет это интересно. И буду я стараться делать это более регулярно, по мере возможности, опять же. Все, есть номер босса, напишу боссу сообщение, пообщаемся с ним в ватсапе. Я очень надеюсь, что получится здесь, ну, хоть что-то поделать. А работа здесь дохренища. Хочешь, собирай машину, хочешь, сваривай машину, хочешь, грунтуй машину, шпаклюй машину. Хотя шпаклевать я вообще не люблю. Все, поехали дальше. Кстати, как вы могли заметить, тут левостороннее движение. Первые пару дней просто держишь в голове это. Затем уже привыкаешь, и все, ок. Ребят, сейчас ехал в пробке, и просто посмотрите, кого я встретил. Ох, ностальгия, ностальгия. Тот случай, когда есть возможность посмотреть на собранный экземпляр. И как с завода. Ну, я, если честно, не особо, конечно, уверен, что здесь заводские какие-то элементы. Сейчас посмотрим. Но есть большая вероятность, что это заводской, кстати, здесь. Пошли посмотрим. Нет, все же видны следы сварки. И достаточно большое количество шпаклевки. Собственно, как и большинство автомобилей, которые здесь сделаны, вы уже видели до этого. То есть, сантиметр шпаклевки накидать, это вообще нормально для них. Ладно, поностальгировал, и хватит. Едем дальше. Ну, ребята, вот это достойно абсолютно отдельного внимания, потому что мне это максимально близко. Просто зацените, что они делают из жестяных бочек, из-под масла и из-под топлива. К нам подошел парень, который здесь работает, соответственно, я так понимаю, сам. Мангал, как он называется, барбекю? Барбекю? Нет, нет, нет. На стене. Аааа. 24. Это сколько? Сколько? 420. 420? 420. А вот это? Вот это. Это для работа. Да, для дисплей. Вы купили новый модель. Новый модель? Да. Это новый модель? Нет, это тоже. Дисплей. Попалось еще какое-то просто невообразимое индустриальное пространство. И внутри, как я понимаю, что-то такое прям, что-то на стимпанке. Пойдемте посмотрим, очень интересно. Привет, ребята. Привет. Привет. Одна вопрос. Какое количество на стимпанке? 35. 35? 35 миллионов. Аааа. 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 Руссия. В Европе около 2300. Европа. Европа. 2300. Ну что, есть радостная новость. Представляете, я договорился с ребятами. Просто все так происходит. Я, если честно, там, знаете, слово-за-слово зацепилось. И я такой думаю, а почему бы ему не предложить тоже, чтобы я что-нибудь вместе с ним сделал. И мы менялись контактами, сейчас Рамадан идет, 30-го числа он заканчивается. И в начале мая, они 1 мая начинают работать. У нас в России начинаются праздники майские, они, наоборот, начинают здесь все работать. И мы договорились, что я тоже приеду, и мы с ним что-нибудь сделаем вместе. Блин, круто. Классно. И знаете, вот, кто язык знает, более-менее, можно уже договариваться, да. Хотя, опять же, повторюсь, я его нифига толком английский не знаю. Но, пожалуй, у меня уровень среднего жителя Индонезии. Ну, по крайней мере, той части, в которой я нахожусь. В общем, класс, я рад, здорово. И у нас уже есть куча планов с вами вместе что-то здесь реализовать, сделать вместе, совместно с местными, кстати, крутыми, классными мастерскими. Решил добить тему с крузаками. Я вчера написал их боссу, собственно, отправил наше письмо. Он ничего не ответил. И так как я сейчас опять нахожусь плюс-минус в этом районе, я решил приехать, еще раз узнать. И, может быть, он на месте, если его на месте нет, соответственно, попрошу, чтобы ему позвонили. Сейчас нужно найти того же паренька и попробовать с ним этот вопрос порешать. Сегодня ваш босс здесь, или нет? Нет. Нет? Привет, ребята! Все же, уже как себе на работу хожу. Привет, ребята, здорово. Все, чувака второй раз вижу. Очень странная история. Вчера он мне дает контакт. Блин, кстати, пойду в инстаграмах посмотрю. Вчера он мне дает контакт, который у них там написано. Какой-то чувак, кстати, сидит второй раз рукой машет. Может, ему тоже зайти к нему. Но он скутер ремонтирует. Я не хочу скутер ремонтировать, правда. Ну так вот, вопрос. Зачем он мне вчера давал контакт с моим бородом, если... Очки. Очки, короче, экран не видит. О, зачем он мне вчера давал вот этот один контакт, если... Если он на него не отвечает. Дай сразу второй, и все. Что, может, давайте к этим скутеристам займем, посмотрим, что они делают. А, они перешивкой салону занимаются. Круто, вот это интересно. Давайте посмотрим. What's your name? Ketut? Ketut? Oh. Ketut name is very popular in Bali. In the north. Ah? Bali. Bali, Bali. Speak English. Hello, I'm a boy. Hello. Ah, speak Indonesian? No. Only English a little bit. I'm from Russia. 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 Russia, Russia. Russia? Russia. Russia. Сейчас попробую, напишу им. Там, правда, написано, что я хочу поработать, но я не хочу в кожниках работать. Ну, просто. Tell me, please, this car, this car, this car, how much, how much? Yes? Yes? No, 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 no. Million, million. Ah, five million. Oh, oh. Okay, okay, okay. Ну, а что тут с мойками? Они есть, и с ними все хорошо. Цены доступные, и качество не хромает. По крайней мере, байк мне намыли от души. А вот это вообще меня поразило до глубины автомобильной души. В Москве помызнища автомобиля – это целая проблема. А тут в первую же попавшуюся в мойке такое. Следующая у нас остановка – это РС Гараж. Судя по фотографиям на гугле, ребята занимаются оффроудом, кастомом, различными баги. То есть ко мне это максимально приближено. Пойдемте уже посмотрим, как это выглядит вживую. Сейчас надо вернуться, босс приедет. Но у них часы – это, знаете, что час, что два. Что три. Не факт, что он вернется. Я очень надеюсь, что он хотя бы на английском разговаривает. Потому что это уже не первое мое место, как вы понимаете. И я действительно увидел проблему в том, как общаться с ними. Через переводчик – это вообще не вариант. Ну, блин, все время вот тыкать в этом в гугле, в переводчике. Надо попробовать, может быть, скачать голосовой переводчик. Может быть, будет проще, кстати, идея. Ну, а пока что. Сейчас, пока ждем, босс приедет через час. А сейчас мы с вами доедем до магазина, который продает различную автохимию. Мне интересно посмотреть вообще на цены и что у них здесь на рынке есть. Но я думаю, вам, соответственно, тоже. Помчали. Как-то в гугле это все более красочно выглядело. Типа наших, знаете, магазинов, в которых стоят по автохимии. Там масла стоят, ты ходишь, смотришь. Здесь просто это, по сути, центр по обслуживанию. Ну, типа ТОшка, наверное, и шинка для скутеров. Ну, масла вы видели, сколько стоит. 50-60 тысяч за литрушку. Это у нас получается 300. Математика от Ивана на жаре 35. 300. У тракториста. Короче, 300-500 за литр. Не знаю, нормальная цена, напишите или нет. Я потому что на мотике в Москве не гоняю. Ну, точнее, на скутере гоняю, но масло там для двухтактных заливаю. Не помню, сколько она стоит. Но дороговатое, по-моему, оно. Что-то там, какой-то хороший я лью, типа Тюля. Да он очень надолго хватает. Фух, что, так и час у нас пролетел практически. Свернемся в РС-гараж. Если приехал шеф, ништяк поговорим. Если не приехал, на сегодня все хорош, я закончился. Очень сегодня жарко. Пойду, он кофейку пахнет, холодненько. Вернулся в РС-гараж. Сейчас пойду, узнаю, спрошу, приехал ли босс. Но, ребят, если честно, мне вообще по барабану приехал он или нет. Потому что у меня просто обалденные новости. Мне ответил хозяин сервака с крузаками. То, что я вот сейчас ездил, второй номер взял, еще раз ему написал. Он, причем, и на первый номер в итоге ответил, и на второй ватсапе номер ответил. В четверг я еду, это через два дня, еду к нему навстречу и будем там уже решать по работе. Кайф, я рад, вообще капец. Потому что это из всех мест, мне больше всего понравилось, конечно же. И кайф, кайф. Огонь вообще. Класс, я прям очень доволен. Но раз приехали вы из гараж, сейчас пойдем уже и пообщаемся все равно. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты владелец? Нет. Нет? Нет, босс не здесь. Не здесь, босс? Да. Ну, все, собственно, как и везде. Сказали через час, через час он не приехал. Оказывается, что он вообще улетел на Яву, уехал. Но мне разрешили поснимать. Давайте вот желтенький Volkswagen тут стоит. Мне интересно его снять. Очень популярная машина. Здесь очень часто встречающаяся, реставрированная, в идеальном состоянии. Ну, мне кажется, это автомобиль просто создан для этих мест, чтобы кататься по местным дорогам, по пляжкам и кайфовать. Так, здесь по качеству особо не заморачиваются, как я уже обратил внимание, какая-то скульптурная работа. Варят они все электродами. Маски вот такие. Ну, и, собственно, вот такой ремонт. Причем, обратите внимание, это какая-то типа старая накладка. Но это, скорее всего, он просто ржавчину покрасил черной краской. Вон черная красочка у него стоит. А это ремонтик еще старый. То есть на точке просто какой-то бортик выстучили, приварили. Касаемо, кстати, ржавчины, вот думают климат, да, смотрите, как рама сгнила сильно. То есть, вне зависимости от того, что нет зимы, нет реагентов, все равно все будет здорово, ржавеет тут. Фанерка, красочка, рабочий вариант. Абсолютно. Но зато, зацените, у них есть покрасочная камера. Все. На этом посещение РЭС гаража закончено. Спасибо ему большое за то, что бесстаре именно принял у нас свое пространство. А мы счастливые и довольные. Бай-бай, thank you. А мы счастливые и довольные с вами едем уже на законный отдых в ожидании четверга. И в четверг едем, наконец-то, уже работать возможно сразу. Сразу возьму с собой комбинезончик рабочий. И помчим. Все. День X настал. Ну как X? На половину X. Очень специфическое общение со всеми местными в плане дел. Мне, конечно, ребята, кто здесь бизнесом занимается, рассказывали, что к ним очень такой нужен деликатный подход. Знаете, издалека зайти на сигаренгу, там покушать, пиво попить. И потом только какие-то вот наши, как мы привыкли, напрямую вопросы долбить. Доди мне ответил. Ответил, что да, хорошо. Давай встретимся на днях в четверг. Я у него спрашиваю, когда в четверг. И все. Больше ответа не было. Я очень надеюсь, что сегодня все наконец-то получится у меня. Я уже начну хоть что-то здесь делать. Потому что эти поездки меня просто окончательно уже утомили, откровенно говоря. Собираемся и едем. Музыка. Музыка. Уже до боли знакомые места. Со всеми можно здороваться. Доди. Привет, ребята. Привет. Привет. Как дела? Хорошо. Спасибо. 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 О, мой друг. Привет. 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 Привет, мой друг. Привет. Доди. Доди здесь? Нет. Нет. Очень, очень busy. Очень, очень busy? Очень, очень busy? О, окей. Я его звоню. Это не outputs. Да, ребята. Спасибо сейчас. ОК, я вас подвожу. окей фенки с ее со второго раза звонил только только надежда покинул меня как же прекрасно общаться с человеком которые тоже хреном он абсолютно понял 40 минут опять же если я его правильно понял и он меня правильно понял сорок минут через 40 минут он будет здесь so my idea I want work you work workshop yeah I'm master very qualification in Russia I am working metal metal shaping well welding yes israeli absolutely free no 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 money okay maybe I write my plan now yes and then send him like this I translate oh you write here and then send him yeah okay okay two minutes just one накидаем okay my friend yeah I go and tomorrow I here stay 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 thank you very much thank you у меня почему-то такие мысли что он все равно до конца не понял что что я хочу с электродами конечно напряженка это ты братан еще не видел как я мигом варю мигом варю мигом варю мигом варю мигом варю Продолжение следует...